Какое-то время назад я, выступая также перед теми, кто заинтересован в том, чтобы смотреть передачу, которую я предлагаю, сказал, что я ухожу с ютуба и других «восхитительных» суперпорталов, позволяющих «замечательным» образом раскручивать твои передачи, придавать ему какой-то резонанс и все прочее. Заявив о том, что я поступаю таким образом, я вовсе не сказал о том, что я считаю, что все остальные нехорошие люди. Каждый волен поступать так, как он хочет. У каждого очень сложно построена система интересов и возможностей, поэтому я тут говорю только о себе. Совершенно не отстаивая то, что мой выбор ценностно правильный, а другой неправильный. Ну уж если мой выбор ценностно правильный, то для меня он сообразен моим ценностям. Но я сказал, почему я это делаю. Потому что, во-первых, наша конфронтация с США и НАТО будет усиливаться. И если мы хотим вести информационную войну с противником, который все более серьезно будет нас отслеживать и нам ставить палки в колеса, то мы не можем это делать на ресурсах противника. Это просто смешно. Это те самые пресловутые двойные стандарты, которые мы так осуждаем. Во-вторых, потому что все эти крупные порталы, возможности, я их не буду перечислять, вся эта мега-система, надстраиваемая частными мелкими интернетными инициативами, вся она рано или поздно окажется интегрирована в такое мощное корпоративно-олигархическое поле. Будет оно называться информационной глобальной властью или нет, будет оно противоречиво, не противоречиво, оно будет вот таким. Достаточно того, чтобы оно было олигархическим. И тогда, выступая вот так, вы не свободны будете. Вы будете так или иначе в зависимости от тех, кто будет вас где-то размещать, каким-то образом вас обслуживать и так далее. А тут бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И это так. В-третьих, потому что ни в какую честность этих суперкрупных порталов и уж особенно американских верить нельзя. Вас посмотрят 10 миллионов, вам скажут, что 10 тысяч на глобом глазу, как они сейчас говорят обо всем. Они меньше всего заморачиваются какой-нибудь объективностью. Они, может быть, делали вид, что они объективны где-нибудь лет 30 назад. Но это уже давно в прошлом. Ну и наконец, потому что эпоха другая. Это не только наша конфронтация с Соединенными Штатами и так далее. Это вообще другой мир, в котором ставку, как я считаю, никому не навязывая эту позицию, можно делать только на тех, кто очень серьезно хочет строить с тобой отношения хотя бы по принципу я тебя слушаю, я тебя смотрю, я к тебе серьезно отношусь, я заинтересован в том, чтобы прислушаться к твоей точке зрения. А желательно и по более серьезному счету, чтобы тот, кто смотрит твои передачи, был интегрирован в то, что ты делаешь, если ты что-то делаешь. В противном случае все остальное не будет иметь никакого значения. Много лет назад один популярный телеведущий сказал мне с горечью, что меня смотрят столько-то миллионов людей, но если я призову завтра кого-нибудь прийти на поклонную гору, то придет мой офис и никто больше. А вот с вами все по-другому, а на поклонную гору пришло много народу, после этого на ДНХ, перед этим на Воробьевы горы и так далее. Уже тогда все понимали разницу между некой виртленд, виртуальной землей, где все это крутится, булькают эти миллионы и все прочее, и реальностью. А наступает время самой суровой реальности. Оно наступает, знаете, как наступают там войска, медленно, неумолимо, иногда откатываясь чуть назад, потом захватывая новые территории, но оно наступает и оно наступит. И в нем счет будет идти не на виртленд, да, кто там, где клубится и как, а на нечто реальное, серьезное. Таковы были мои аргументы. Когда люди, которых я очень уважаю, чьи точки зрения я ценю, говорили мне, что я сошел с ума и что кончится это тем, что меня будет смотреть тысяча человек, я говорю, ну пусть тысяча. Но это если им надо, они найдут, посмотрят, разберутся, значит я буду знать, что у меня таких небезразличных ко мне людей тысяча, и буду соответствующим способом себя вести. Если их будет больше, значит больше. Я, конечно, хочу, чтобы их было больше, спору нет. Но я хочу знать какую-то правду. Ну, как все видят, на самом деле речь идет отнюдь не о том, что какая-нибудь тысяча нашего столько людей, которые хотят смотреть их, людей этих уже больше, чем их бы показал какой-нибудь YouTube. Уж никак не меньше. Поэтому данный информационный эксперимент, так скажем, это информационная инновация, оказалась отнюдь не такой беспомощной и сумасшедшей, как кому-то казалось. Почему? А потому что действительно время меняется. Времена меняются, мы меняемся вместе с ними. По-моему, по латыни «темпара монтатор» от «монтамура нелис». И это очень хорошо, надо понимать. Потому что иначе нельзя предуготовиться к тому, что будет. Это короткая преамбула к данной передаче. Теперь я хочу обсудить самое-самое животрепещущее, но только каким-то особым образом. то есть не так, чтобы на этот лист бумаги ткнуть 140 точек в виде каких-нибудь событий, даже связи между ними, а так, чтобы возникла какая-то картина. Ну что сказать про эту картину? По-честному. Было очень много людей в позднем Советском Союзе и в постсоветской России, которая на уровне символа веры считала, что наше вхождение в Европу есть смысл нашего существования, наше счастье – единственная возможность для бытия и именно то гениальное, что произошло. Я имею в виду людей с серьезным положением и людей, исповедующих некий символ веры. Они не хотели обсуждать этот символ веры, потому что символ веры вообще не обсуждают. Потому что кто ты такой, чтобы его обсуждать, когда они каждый день не уходятся с этими западниками и знают, что на самом деле происходит. И потому что любые обсуждения порождают сомнения, надо переть рогом, и будет все хорошо. При этом данная группа людей, которых я нить не могу сразу огульно назвать антипатриотическими, я считаю, что среди западников вполне были патриоты, родители за благо России и так далее и тому подобное, они же что говорили? «Смотрите, как все будет клево». Мы отбросим всякого рода придатки – закавказские, среднеазиатские и так далее. Потому что там население достаточно быстро растет, а мы хотим такую хотя бы имитационную демократию, так как у всех, с партиями, конкуренции на выборах и так далее. Но там недолго до того, что какая-нибудь исламская партия Возрождения вдруг победит на выборах, и что мы будем делать? Мы же-то, типа, русские, нам это все, это они так говорили, чурчино, а оно нам зачем? Значит, мы скинем эти подбрюшья и станет лучше. Затем мы войдем в Европу. Мы быстренько на наши нефти и прочие доллары и спецфонды купим какие-то основные средства в Европе. Мы создадим единые вооруженные силы с Европой, НАТО. Мы станем самой крупной державой Европы. У нас будут сумасшедшие ядерные силы, которые будут выше всего, что есть совокупностью в Европе. И, наконец, если мы это сделаем, какого хрена американцы будут держать свои базы в Европе? Они же держат против нас, значит, они должны будут уйти. Значит, мы фактически тем самым, войдя туда, хоть бы и на карачках, хоть бы и каясь за советское прошлое, мы на самом деле эту Европу изнутри возьмем за мягкие места и будем держать жесткой ежовой рукавицей, да? Так не это ли есть мечта? И средства производства мощные будут, и не надо будет очередную сталинскую индустриализацию. И эти все мы будем использовать все возможности, так сказать, этого Запада. И Запад этот мы возьмем под контроль, потому что мы самые сильные, самые крупные, у нас самые главные ядерные силы. И главное, америкосов мы оттуда выгоним. А когда мы америкосов выгоним, мы нечто сгоношим в Европе, распространим это на Азию, а потом америкосов добьем. И это и будет главной мечтой о преодолении американского империализма, о нашей победе в мировом масштабе. Тогда победа действительно будет мировой, всемирной и так далее. И если кто-нибудь из тех, кто смотрит передачу, считает, что я это выдумал, это мне приснилось во сне и так далее, то это не так. Это не так. Я родился в гуманитарной семье, где диалоги такого типа с людьми, имеющими большой вес и влияние, были всегда. Я вырос в атмосфере этих разговоров. Я хорошо понимал, что как и к чему. А после того, как Советский Союз распался, я еще очень и очень близко взаимодействовал с Владимир Александрович Крючковым и другими людьми, которые, ну, занимая, естественно, гораздо более статусное бюрократическое положение, чем я, имели возможность в этом убедиться еще более серьезно. Это была главная действующая, как вам сказать, парадигма, концепция. Это был главный ориентир, начиная где-нибудь с конца 70-х годов. И Владимир Александрович Крючков в личной беседе мне говорил, что когда он выступил против объединения ФРГ и ГДР, то ему показалось, что дни его сочтены. А когда потом, это было в 79-м году, а когда потом в 83-м его бывший шеф, ставший генеральным секретарем ЦК КПСС, предложил ему как начальнику первого главного управления ГБССР возглавить все немецкое направление, то он отказался. И когда я спросил, почему, он сказал, потому что во всех кабинетах, во всех уже говорили только об этом объединении. Куда не войдешь. Ну и, наконец, были люди, которые находились на очень высоком уровне иерархии. Глядя мне в глаза, прямо говорили. Первое. В Политбюро нет людей, которые верят в победу коммунизма. Это было начало 80-х годов. И второе. Если вы тут начнете что-нибудь слишком шустрое, это коммунистическое, отстаивать в каком-нибудь высоком кабинете, то потом вы выйдете из него, вас шлепнуты, вы даже не поймете, почему. Ну так вот. Эта концепция, которая доминировала в нашей элите на протяжении последних 50 лет, а может быть и более длительного срока, уж после Сталина точно, сокрушительно, непоправимо рухнула именно сейчас. Мы живем при этом эпохальном обрушении некого символа веры, концепции, чего-то гораздо большего, чем рациональное построение. Чего-то овладевшего умами. Не скажу все элиты, но ее очень большую часть. Концепция эта рухнула. Она в пепел превращена, в пыль. Но те, кто ее исповедовали живые, Сталин когда-то, по-моему, в конце сороковых или самом начале 50-х годов сказал, что у нас уже нет там, помните, класса, который хочет осуществлять реванш капитализма. Но потом он промолчал, задумался и сказал, «Но остались живые люди». Так вот, концепция, которая держала некое структурное единство очень диффузного такого элитного поля, которое понимало друг друга с полуслова, знало, куда оно идет, внутри которого были разные тенденции, более патриотические, менее на этих условиях не на этих входить. Вот эта концепция рухнула, но те, кто ее исповедовали, они же на следующий день не превращаются из Савва в Павла. Остались не просто живые люди, остались колоссальные неформальные структуры, которые мыслят таким образом, говорят на этом языке, действуют в этом направлении, ибо в другом направлении действовать не могут и не хотят, и так далее. Мы живем в этой трагической ситуации. Почему данная концепция была обречена на поражение? Скажу, что я являюсь одним из очень немногих людей, которым эта концепция не нравится. Мне не хотелось в этом жить. Я, конечно, бы жил и работал, и развивался бы в том направлении, в котором считаю нужным, и оставил бы интересы той России, которая сформировалась бы в этом случае. Нигде, кроме России, я жить не могу. Но мне это не нравилось. А подавляющему большинству нравилось. Так вот, те, кому это нравилось, а их было большинство, они уже поняли, что облом, что этого не будет, что их символ веры, что их мечта рухнула, что то, что им казалось волшебным храмом, сияющим на горе, оно превратилось в горстку дурно пахнущей пыли. Но они же из души своей это не вынули. Оно же в них есть. Остались живые люди. Они никуда не делись. Они не только в это верили. Они не только этим дышали. Они не только это любили. Они действовали сообразно этому. Их дочери и сыновья сформировали соответствующие семьи за границей. Социальные приоритеты выдвигались в сторону тех, кто мыслит именно так. И, соответственно, там окончание какого-нибудь западного университета котировалось резко больше, чем МГУ. А МГУ пытался как-то, задрав штаны, бежать за ельским комсомолом, как говорил Есенин. Эта вся реальность никуда не делась. Идейно она потерпела фантастическая фиаско и рухнула. А социально-организационно она доминирует в элите. И когда нам говорят в этом смысле о какой-то пятой колонне, то пятая колонна – это те, кто открыто выразили свою ненависть к человеку, с которым они связывают с одним крах этой концепции, а это Путин. Вот они выразили свое открытое, непримиримое, глубоко негативное чувство к нему за то, что он убил их идеал, так они считают. Но это фантастическое меньшинство, все столи пожимают плечами, у себя дома говорят то же самое, на работе кланяются, иногда саботируют, а иногда так уныло алгоритмически что-то выполняют. В любом случае пребывают в унынии, как может быть действительно Путин опрометчивым образом обрушил некий град на холме, символ русской мечты о вхождении в Европу, превращении в самого сильного ресурсодержателя этой Европы, самый главный народ Европы, самый главный держатель ядерного оружия, идея замечательного выметания американцев из Европы, идея окончательного перехода от контроля за Европой, который когда-то Илья Григорьевич Рембург называл ТРЕСДЕ. Вот такое произведение было. В контроль над миром. Может быть Путин убил всю эту великую мудрость Юрия Вадимовича Андропова, его учителя Кусинина, неких людей, мечтавших о том, чтобы от Испании до Африки сияла Родина моя. И эти умные, хитрые, коварные люди, а политик должен быть умным и коварным, задумали такой некий кривой план, даешь Европа, и он бы дал замечательные результаты, «А нет, кто-то уперся». Почему это не так, как я считаю? А я считаю, что это не так. Это не крушение искусственное под воздействием одного человека или его ближайшего окружения какого-то замечательного плана. Этот замечательный план не имел шансов на реализацию, потому что никогда американцы не согласились бы с тем, чтобы мы вошли в Европу. Это есть главный американский кошмар нашего вхождения в Европу. И ради того, чтобы этого не случилось, американцы создали вот этот пояс восточноевропейских государств, в который входит Украина. Если идея была такой мудрой, да, если задача заключалась в том, чтобы сбросить южное подбрюшье там и быстро размножающихся, как эти люди иногда в узком круге себе позволяли говорить, чурок, то почему сдали Украину? Почему сдали Белоруссию? Уже было ясно, что выстраивается линия Керзона новая, что черт из два нас пустят в эту самую Европу. «Пустите Дуньку в Европу», говорилось в одной из пьес трилла. Да? Уже это было ясно. Было ясно, что это главный американский кошмар. Кто-то продолжал надеяться на то, что у Европы проснется какое-то смастильное начало, и она пошлет к черту американцев. Я слышал, как это происходило. Я слышал это из усоветника Коля, такого здоровенного детины, который это ревел, встречаясь с русской делегацией в 92-м году. Я слышал это в дальнейшем. Это была модная сказка, но это была сказка прикрытия. Потому что известными способами и неизвестными никому американцы держат эту Европу так, что она никогда от них не выпрыгнет. Известные способы широко обсуждаются. Один из руководителей крупной немецкой партии с такой внутренней коммунистической направленностью в ГДР. В ГДР очень много осталось людей, верных идей коммунизма. Я говорил, что я могу взять власть в Германии за две недели и установить там коммунизм. Что я буду делать дальше? Дальше включится американский фактор, и все это вернется в еще худшие формы оккупации. Мы оккупированная страна. И дальше он договаривал, глядя на меня, что вы наделали, что вы наделали. И это факторы известные. А есть неизвестные. Вот построили американцы какую-то хитрую систему взятия за все болевые точки этой Европы. И вот они ее держат. И никогда нет. Идея Андропова предполагала какой-то суверенитет Европы и какую-то ориентацию Европы и прежде всего Германии на собственные интересы. А в итоге долгих размышлений как нашей власти, так и нашего аналитического сообщества было признано то, что я слышал однажды с большим удовольствием из уст очень высокого руководителя. Европа не суверенна. Я услышал это тогда, когда еще не говорилось это всеми автоматическим образом, как мы понимаем, как это абсолютно очевидно и так далее. Но если это было абсолютно очевидно, куда вы перли? И что оказалось положено на этот алтарь? Американцы и то, что они построили, это бесконечно жестокий хищник. Это надо запомнить. Советский Союз рухнул в существенной степени потому, что большая часть наших граждан считала, что это добрый дядя Сэм, который на филантропических основах поможет нам стать более процветающими, более свободными и более могучими. Почему бы нет? Американцы – это очень свирепый хищник. И первая его цель, первая – это пожрать Россию. Вот есть любители там кушать западные продукты, есть любители петь какие-нибудь там песни типа хиппи или кого-нибудь еще там, не знаю, из прошлого. Битлз эти назывались и так далее. Я это все терпеть не мог. Ну, я же не говорю, что я не уважаю тех, кому это нравится. О вкусах не спорят в данном случае. Вот они все должны понять, что американцы – это беспредельно жестокий хищник, намеренный пожрать Россию. Точка. Он был таким. Еще в эпоху, когда, так сказать, с придыханием пелось, спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Но внутри него тогда еще была какая-нибудь разумность и какая-то сдержанность олицетворяемой, например, фигурой Рузвельта. Это исчезло. Возникло две главные мутации этого хищника. Хищник потерял разум и сдержанность два этапа. Первый этап – это вовлечение всех нацистов и неонацистов в деятельность этого хищника по развалу Советского Союза и мировой коммунистической системы. Под это дело все бежавшие нацисты, они бежали очень стройными рядами, очень хорошо организованно. Когда смотришь, как они бежали, очень стыдно за КПСС. Вот все эти нацисты вошли туда и засели во всех щелях этого американского общества, которое таким способом нацифицировалось. И объятия Вернера фон Брауна и Джона Кеннеди по поводу того, как именно мы будем дальше развивать космос и наши ракетные возможности. Я имею в виду, мы американцы в данном случае. Это только малая-малая долика чего-то такого. Там произошла огромная внутренняя нацификация. Дух Рузвельта уничтожен. Не говоря там о Гопкинсе и всех остальных. Его нет. Он был уничтожен уже как у Похерейгана. А вторая мутация произошла, неслышанная, после того, как развалился Советский Союз, мировая коммунистическая система, Варшавский договор и все прочее. В этот момент хищник потерял разум вообще. Он оборзел. Он сошел с ума. Он вдруг начал вести себя не как разумный, там я не знаю что там, руководитель Освенцима, оптимизирующий уничтожение в лагерях смерти, а как Пол Пот, такой-то мечущийся по миру безумец. Ливия и Сирия, там все остальное. Уже было непонятно, что он делает. Вторая черта хищника, что параллельно с этим обезумением он слабел. Он слабел экономически. Третья черта хищника, что он допустил формирование Китая, Индии, вот этих крупных миллиардных стран, считает, что они всегда будут под его пятой. Такая самонадеянность предельная. И вдруг он понял, что он их упустил. Все это вместе побудило обезумевшего хищника совсем иступленным образом хотеть уничтожения России. Совсем. Единственное, что он не хочет, это чтобы его уничтожили в ядерной войне. Изобретением этого хищника стала Украина. Она давно была его ноу-хау. Это очень большая страна, в которой, как я говорил неоднократно, есть один миллион сильно ненавидящих русских и сплоченных людей. Это огромная сила, если ей предоставить власть над 30 миллионами. А это и было сделано. Нацификация Украины не вымысел власти, желающей этим фиговым лицком снять свое агрессивное безумие, прикрыть. И она не существует сама по себе. Она есть часть нацификации Запада. И иногда начинает казаться, что какая-то часть нацистской элиты знала, что Германия должна быть разгромлена. Что она унесла с собой огромные ресурсы. Что она сформировала инфраструктуру. И что эта инфраструктура захватила США. И, в общем-то, через США весь западный мир. Мы действительно имеем дело с Четвертым Рейхом. И его авангардом становится Украина. Единственное, что спасало нас и могло бы спасти, и должно спасти в дальнейшем, это невероятная мощь России. Невероятная. Та, которая была бы, если бы разоблачения культа личности Сталина не было, а мы продолжали развиваться по рационализированным сталинским моделям в течение, так сказать, 1953 года и вплоть до 1983-го, 30 лет. Все время поддерживая и усиливая некий дух милитаризации. Всем, кто меня слушает, я убежден, что тут есть не только те люди, которые имеют позитивный резонанс на то, что я говорю. Я должен сказать. Россия ненормальная страна. Она может существовать только как ненормальная страна. Она слишком велика. Она недостаточно рационально организована. Она содержит в себе сумасшедшие природные ресурсы. У нее слишком маленькое, черт возьми, народонаселение. Вы хотите в ней жить? Живите в ней ненормально и радуйтесь. Вот я радуюсь. И чем более ненормальной будет эта жизнь, тем больше буду радоваться. Была бы она нормальной, возможно, бы она была, захотела бы все население, я бы тоже жил нормальной жизнью. И уверяю вас, был бы достаточно, как теперь говорят, успешен. Но это невозможно. Это мечта о нормальности бредовая. Это ахинея о смене русских социокультурных кодов. Это провокационный бред. Если вы хотите нормально жить, уезжайте туда, где так живут. Здесь этого не будет. Но мир мог бы быть устойчив и развиваться, если бы невероятная мощь России сдерживала мощь Соединенных Штатов и Западного мира. Если бы образовалось это взаимное сдерживание на огромных потенциалах, то был бы мир. А как только потенциал под названием Советский Союз, Варшавский договор скукожился, уже с момента, когда Китай от нас оторвали из-за идиотской антистантской компании Хрущева, как только он скукожился, да, образовался уже дисбаланс, дальше он начал нарастать. А когда они обвалили Советский Союз, они сошли с ума. Мы их спровоцировали своим ослаблением, колоссальным. Но это же не только геополитическое ослабление, геополитическая катастрофа. А переход со второго места в мире по экономическому потенциалу на шесточь, мы радуемся, что на десятом. А разгром образования культуры и так далее под идеей вхождения в этот западный мир. А демографический кризис. А все остальное. Они увидели, как мы слабеем. И они захотели нас добить. И чем больше они будут видеть, что мы слабеем, тем больше будут хотеть добить. И здесь, в Москве, в Санкт-Петербурге, не знаю, где там, в Рязани, в Новосибирске, в Красноярске вы жить нормальной русской жизнью не будете. Вы будете или умирать, или жить ненормальной жизнью. И радоваться по этому поводу, потому что, поверьте, на самом деле это нормальная западная жизнь, это офигительная пакость. Тоже нарастающая. Вот основные идеологические конструкции. Теперь, исходя из них, можно объяснить текущую ситуацию без всякого пафоса. Начнем с ее военно-стратегического аспекта. Американцы втягивали Россию вот в эту среднюю войну на Украине. Это для них был способ без ядерной войны добить Россию на Украине. Они втягивали сюда Россию и ее руководство. Втягивали. А изнутри, вот это уж не знаю какая колонна, или это безумие, происходило следующее в элите. Колоссальная обида, что не берут на Запад. Это такой развод. Жена, которая любит мужа, он ей дает развод. Вот это ужас перед этим. И соответствующий переход к радикальной антизападной риторике. И понимание внутреннее, что если облом, если в Европу войти нельзя, как я описал, если план Кусин на Андропова лопнул, то нафига все сделали? Тогда говорилось, а сделали страну красавицу. Жить в ней лучше. Мостовые уложены плиткой. Ресторанов дофига. Ездим за границу, тем не менее. А армия охигительная. Модернизированная. Современная. Такая могучая, что дальше некуда. Это вы на кого клевещете? Это на наших великих патриотов, наших руководителей. Так они создали такие ракеты. И такие вооруженные силы. Что я не слышал на всех этих телевизионных передачах. Как выли по поводу того, что мы за две недели займем Украину. Это только на телевизионных передачах выли. Это была концепция. Это обещали. Под это были разработаны планы. Под это, в смысле, так сказать, мягкой силой, были выделены большие миллиарды долларов в сером режиме. К этому готовились. Американцы пропорцировали и говорили, сейчас в НАТО введем, сейчас поставим установки. И они готовились к этому. А с этой стороны говорили, да один раз по ним шарахать будет как в Крыму. Мы же в Крыму сделали. Опять сделаем как в Крыму. Вы не понимаете мудрости. Не понимаете масштабы этого плана. Не понимаете, сколько людей скрыто перешло на нашу сторону в элите Украины. Не понимаете главного, как могучи бесконечно наши российско-буржуазные вооруженные силы, которые не счита Совковым, какому-нибудь Агаркову и прочим. Это совсем другое. Это такая невероятная мощь, что дальше некуда. Сочетание вот этого вопля о как мы хороши внутри российской элите с американскими нажимами привело к тому, что мы решили, что можем за две недели взять Украину и совершили стратегическую ошибку. Но это не все. Американцы, когда нас туда втягивали, совершили такую же стратегическую ошибку. Потому что они, исходя из всех рациональных показателей, считали, что когда мы туда влезем, а нам ответят, то мы рухнем за месяц. Магазины будут пусты, премс бутуется, валюта рухнет, нефтью можно будет самим, так сказать, питаться сырой прямо вместо колбасы и всего остального, армия повернет назад и так далее и тому подобное. Они в это верили. Но я знаю это. Значит, они втягивали под свою победу быструю и сокрушительную, которая должна превратиться была в разгром России, демонтаж власти, всех групп, которые пошли на эту авантюру и так далее. Значит, жизнь реальная оказалась суммой двух ошибок. Их и нашей, или наши и их, как хотите. Мы живем в ситуации двух ошибок. Двуошибочный мир, именуемый СВО. И если это не понять, не пережить, не переварить, то ничего понять нельзя. А что породил двуошибочный мир? Как называется то, что он породил? Он породил войну на истощение. Вы меня слышите? Долговременную войну на истощение. Она идет. И все, что мы рассматриваем, хорошее и плохое. Героические действия солдат, наших офицеров и генералов, которым было инкриминировано американцами, что они все побегут, все сопьются и все предадут ошибки. Прискорбные склокии и все остальное. Все это есть нечто, находящееся внутри реальности под названием двуошибочная зона. Что такое война на истощение? Она означает, первое, что все, что могут американцы поставить украинцам, будет поставлено. Американцы не могут признать свою ошибку. Они рушатся в этом случае. Вы слышите, что говорят Блинкен и все остальные? Любое замораживание конфликта будет выигрышем русских. Значит, они могут делать то, что делают. Они будут полностью оплачивать Украину. Вот просто. Как прокси государства. Весь бюджет, все. Они будут внутренне захватывать с помощью этого Ларри Финка и других, уничтожая местных олигархов и всякие остатки даже буржуазно-вонючей суверенности. И они будут массированно и нарастающе поставлять оружие все больше и больше и больше. Они скинут хлам, они раскачают военно-промышленный комплекс не сразу, они начнут поставить качественное оружие и вся эта бесконечная болтовня о том, будут ли поставлены на Ф-16 маркируется только одно, когда будут поставлены на Ф-35. Все, что они могут поставить на Украину, они поставят. Болтовня о том, что они разочаруются в украинских возможностях и тогда, где, мол, они сами эту Украину бросят, никогда они ее не бросят. Она вот так нужна. Они не могут и не хотят ее бросить, это не Афганистан и не Вьетнам. Я имею в виду здесь то, что называется то дип-стейт, то как-то ядро американской элиты. Зачем им это? Это финальная схватка борьбы за мировое господство. Умоляю вас. Туда 100 миллиардов, туда какая разница. Счет идет на большее, чем десятки триллионов. На мировую власть. Значит, они будут поставлять сначала брахло, потом меньшее брахло, потом еще меньшее брахло, потом они будут раскачиваться, потом они будут чесать репу, потом они будут торговаться, потом что еще. Они чего не хотят и чего не могут. Они не хотят ядерной войны. По крайней мере, желающих пока мало. Крупные ядерные войны они не хотят. И они никогда не поставят туда крупный контингент живой силы. Не важно чьей, польской, как называют, наемников из Африки или хрен еще знает кого. Нету такого контингента. И не будет он воевать. Воевать будут украинцы. И они считают их мобилизационный потенциал на ближайшее десятилетие. Значит, рано или поздно, даже если мы раскачаем военно-промышленный комплекс, это надо делать немедленно. Во имя спасения детей и внуков. И жизни человечества на земле. Даже если мы это сделаем, мы в лучшем случае уравняемся с ними, потому что их промышленная мощь больше, они больше на это организованы. У них нет этого гигантского диффузного поля элитных людей, которые мышей ловить не умеют. Они воровать умеют. Они не умеют созидать. И ни за какие деньги не могут. Значит, нужно этот военно-промышленный комплекс. Вот как можно развивать быстрее? Вообще не думая 5, 7, 10 процентов бюджета. Вот сколько съест ради мира на земле. Парабеллум. Готовься к войне. Тогда ее не будет. Мир наступил тогда, когда мощь двух конфликтующих сверхдержав была предельной, а мягкость этого конфликта была такая, что можно было установить равновесие. Другого мира не бывает. Значит, первое, что мы должны, сделать это так стремительно раскручиваться, как только мы можем. А второе, что мы должны сделать, мы должны понять, как будут развиваться события. Все, что у нас есть в виде преимущества, это количество населения. Или, как это говорится на военном языке, мобилизационный потенциал. Он у нас теоретически в 7 раз больше. Если при этом они вооружат Украину так, что ее технический потенциал будет выше нашего, нам кранты. Значит, мы должны так разогнать потенциал, чтобы хотя бы уравнять. Но тогда у нас преимущество в живой силе. А оно будет решающим на длинной дистанции. Потому что другого потенциала они сюда не кинут. Если я правильно понимаю, то правила игры в этом. А поскольку действительность эту вхожденческую мы формировали долго, то, конечно, нужны и другие военно-промышленные возможности, и другая армия. С очень высокими зарплатами, с настоящими условиями, с патриотическим духом, с разработками новых военных доктрит, с другими методами обучения и всем прочим. 3,5 миллиона – это минимум. Минимум профессиональный. Минимум. А это еще надо суметь сделать. Все должно быть направлено туда. Жизнь должна оставаться настолько нормальной, насколько она может при этом быть нормальной, чтобы не раздражать другие свои населения. Но постепенно эта нормальность будет сворачиваться. Те, кому это не нравится, должны мягко и деликатно отправляться туда, где будет продолжаться эта нормальная жизнь, здесь она где-то будет продолжаться. Ядерной большой войны. Не хотим ни мы, ни американцы. Нам не нужен крах человечества. Нам нужно продолжение истории, которая возможна только, если наша концепция человечества и их окажутся противоположными, и в этой конкуренции будут развивать мир. Теперь дальше. Поскольку вся действительность начала осуществляться таким способом, то даже планы по планомерному завершению операции в течение года, они же были отменены, стало ясно все. Европа поддерживает вот так, как она поддерживает. На Украине эта бандеровская сволочь могла промыть мозги населению как угодно. Украина уничтожается, ее не будет вообще. И уже нет. Но 2-3 миллиона будут проданы на мясо, как говядина, как не страшно это говорить, по очень высокой цене. И рожа их руководителей говорят, что их цена устраивает как в прямом материальном выражении, так и в том, что их носят на руках, как продавцов этого скота. Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, шкуру для них дают сами бараны. Внутри этой действительности надо понимать дальше следующее. Это та вонючая, буржуазная, склизкая, вхожденческая, маразматическая, воровская действительность, которой мы живем 30 лет, и прологом которой были последние 20 лет правления Брежнева. Это она. Как говорилось в стихотворении, это он, это он, ленинградский почтальон. Это она. Вы можете по чуть-чуть все, давайте вместе, сделаем поправку на это. Мне плевать, кто и как здесь ворует. Слышите еще раз, мне лично плевать. В 92 году я прекрасно понимал, что делает 201-я дивизия в Таджикистане, но мне нужно было, чтобы вахабиты не выиграли войну, потому что они были просто как звери. А когда один высокий офицер мне там говорил, что уберите своего молодого сотрудника, потому что он меня всегда спрашивает, объясните, объясните, вот вы не спрашиваете, он спрашивает, а иногда Сергей Ирванович гораздо проще шлепнуть, чем объяснить, то я понимал, о чем идет речь, и какие именно транзиты текут, куда и как, и по чьим распоряжениям. Мне это было неинтересно. Я всегда понимал, что такое колбасный и что там происходит. Я официально, официально, занимая пост советника президента Приднестровья, я горжусь этим этапом своей жизни, я ужасно люблю Приднестровье, я считаю, что Приднестровье по типу человеческой бытия и всем прочим, но это, конечно, не Донбасс. Донбасс всегда был гораздо жестче, острее, противоречивее, внутренне двусмысленнее и в эпоху царя, и потом, и вот эта вся специальная ржавая индустриальная экономика и все эти противоречия очень сложные там, всяческие, этнические, и внутренние по социальной организации, они, конечно, не такие, как Приднестровье. Приднестровье было гораздо мягче, но я люблю Донбасс во всех этих его противоречиях, я совершенно не собираюсь там копаться в кишках этих противоречий, но неужели есть кто-то, кто не понимает, что мы ведем войну, оставаясь этим самым буржуазным государством, со всеми его бусмысленностями. Почему ошиблись американцы? Потому что они считали, что все русские генералы воры и тупицы, а это не так, а все офицеры просто такой плебс, это тоже не так. Я уже проводил этот пример, когда мне генерал-полковник про своего сына говорил, что я сказал, сынуля, ну ты уже все себя испробовал, ты уже и герой, и в спецназе побегал, и все остальное, и звезды на погонах заработал, ну иди к дяде, у тебя хоть оклад будет соответствующий, а сынуля сказал, пап, да пошли они на три буквы. Так вот таких сынуль много, и не только сынуль. И у нас много офицеров и генералов, которые говорят, пошли они на три буквы, и воюют. Их оказалось больше, чем считали американцы. И солдаты оказались не тем спившимся русским бытлом, про который думали американцы, а героями, способными воевать, в какой-то своей части. Но мы другую сторону медали тоже понимаем. Мы понимаем, какое разложение шло под Харьковом. Все предлагаю мысленно, мысленно, чисто мысленно написать фьесу главным лицом, в который будет генерал, который купил себе должность перед началом СВО за день. А что, таких не было, что ли? И вот что он думает, когда началось СВО? Во-первых, как я влип. Во-вторых, а что такое воевать, я же не знаю. И в-третьих, если уж туда ехать, то как спастись и как отбить бабки? Что таких мало? Это гибридная действительность, которую надо последовательно вычищать, не посыпая голову пеплом, а выковыривая из нее все, что негодно, и создавая мягкие ротации в сторону годности. Но это же так. Я что, не видел, что происходит на Донбассе? Я, наверное, слишком долго живу и слишком сильно оказался вовлечен в наблюдение за этой действительностью. Тут однажды говорилось тем людям, которые воюют от сути времени, что, а что ж твой шеф там, если бы он что-то получил, ему что мало? Он говорит, шеф ничего не берет, из зоны где льется кровь. Но это было отвечено, мать-перемать, сколько же ему надо? Я не мог в этом участвовать. Я ушел из Приднестровья, когда понял, что конфликт ветвей власти начался из-за одного казино. А я любил это Приднестровье. Я понимал, что это будет. Я горжусь тем, как Рахманов победил всех этих вакабидов. Я прекрасно понимаю, что потом началось в Таджикистане. Ничего хорошего не будет. Все это гнилое. Но есть псы ада, а есть гниль, внутри которой есть здоровое гнилое. В этом расклад сил. И что я не понимаю, что происходит в Артемовске. Я не понимаю, что такое современная война вот в этом буржуазно-приватизаторско-криминальном контексте. Да она всюду такая. Это всюду делешь возможностей транзитов, бог знает чего. Так пусть лучше будет так, чем победит этот американский нелюдь. И каждый, кто десять раз, будь в чем угодно замаран, и кто оказывает противодействие этому нелюдю, это наш друг. Еще долго, долго, долго. Как результат всего совершенного. Это просто говорить, что катастрофа метафизическая, а не геополитическая. Это физическая катастрофа, это проклятие. И это надо искупать. Еще очень долго, долго, плавно, медленно мы будем выкорябываться из этой бесконечной грязи, в которую сами себя засадили. И нам надо из нее выйти. Но мы будем выходить из нее по закону этой грязи одновременно, учитывая и меняя его. Поэтому я никогда не буду рассматривать конфликты между людьми, которые героически дают отпор нацистской украинской банде и американским хозяевам. Вот они дают отпор, все. И я призываю к тому, чтобы никогда не позволить этой банде играть на этих конфликтах, используя какие-нибудь плановые противоречия или интересы собственности. Вот иначе надо действовать. Недоговорняк с ними нужен. Кто-нибудь меня слышит? Недоговорняк с американцами, украинцами и другими, он невозможен. Они вам об этом уже сказали. Не дурите голову людям. Асходняк и договорняк между своими, при котором возможности, позиции и прочее будут поделены, согласованы. И возникнет рамка тудить его мать, прошу прощения за выражение, элитного консенсуса, сообразного, вот той России, которая эта утопия вхожденчества в итоге создала. А она создала не такое дерьмо, как казалось, и не такое благо, как болтают пропагандисты. Вот в ней это все должно произойти. Ей отведена роль сдерживания американского нелюдия. Ей отведена роль удержания истории человечества. Вот ей в ее этом чудовищно несовершенном состоянии, как никогда несовершенном. Вы все время хотите называть что-то какими-то словами, называть террорист. Я жду, когда террористическим актом будет названо вторжение двух мотострелковых бригад с приданной имя авиации и артиллерии на территории Белгородской области. И что? Мы спасуем? Мы подожмем хвост? Мы начнем вонять по поводу того, что это все сделано не так, как надо? Мы начнем распространять поганые сплетни? Мы в рамках этой действительности, собравшись и изменившись, будем давать отпор и менять ее действительность побеждать на основе очень четкого и очень трезвого понимания, какова она, как медленно ее можно менять, как необходимо ее менять, и как побеждать надо, используя ее, мягко говоря, несовершенные ресурсы. Итак, до встречи в СССР. СССР.